Оскорблять человека нужно умение. Как говорит Александр Глебович Невзоров, он даже называет это искусством оскорблять. Искусство обижать людей. Блядь, я чувак, вот чё-чё, а когда к Невзорову относятся с таким благоговением, это меня прям по сердцу режет. Это же самый настоящий фрик, блядь. Ну типа, я помню, что да, он был пиздатым журналистом когда-то, но типа, это же просто хуйня. То, что он несёт, то, что вот это вот его... Очевидно, что для большинства не слишком одарённых интеллектом масс подобное проявление. И вот он просто плетёт вот эту вот свою хуйню. Старый, блядь, тупой паук, нахуй. Ничего из того, что он говорит, не имеет никакой ценности ни в плане цитирования, ни в плане того, чтобы его слушать и тем более воспроизводить на широкую аудиторию. Как мне кажется. Но, возможно, это его какой-то фирменный шарм вот этого вот... На тебя такое впечатление произвёл. Мне кажется, это 600 секунд. Ну, где он ещё был в 90-х молодым, и он снимал «Белый дом», и он снимал штурм «Рижский ОМОН», где он там был, вроде как, кажется, это было «Вильнюсские события» 91-го. Здоров, такой молодой, и «Рижский ОМОН». Кстати, да. Ребята. Я помню подпольную кассету, он сам её распространял, подпольная кассета, где он высказывался после поражения у «Белого дома» 93-го года, её прямо криминальным образом распространяли. Это кассета, где он там записывал эти самые выпуски, где снимал репортаж прямо изнутри дома, потому что там электричество выключили, и они были вынуждены снимать со свечами вот это самое событие, съезд оставшихся защитников этого «Белого дома» и этот «Белый дом». Ну, последняя там, наверное, эти «Хроника» прямо даже настолько каноничная, что «Хронику» вошло. Помню, помню. Возможно, ностальгия. Не прощать же всем старым маразматикам то, что они когда-то были, типа, нормальными. Задорнов тоже меня веселил своими монологами, когда мне было там, блядь, 10 лет, и я телевизор смотрел. Но когда он сидит на этом, блядь, на юмор-ФМ причем, и говорит, что мы единственные люди, которые могут называться людьми русские, типа, на всей земле, и что только мы понимаем природу вообще Бога и все это, и я такой сижу. Кто фюрер опустил, блядь, к микрофону нахуй? Кто Адольфа Алоизыча посадил на юмор-ФМ? Что он несет? Почему я один это вижу? И он чем дальше, тем больше. А когда с Украиной началось, он просит пиздец. От меня-то отписывали с украинцами за то, что я их подъебываю, блядь. А вы послушайте, что Задорнов на полном серьезе про вас говорил. И у вас, блядь, волосы нахуй на голове дыбом встанут, блядь. Вы мигом забудете про все те его веселые, блядь, монологи, типа, ну тупые, блядь, все его рассказы. Это просто, блядь, старый больной человек. Сумасшедший был, в отличие от Невзорова. А Невзоров есть. Старый, больной, сумасшедший человек. Обезумевший нагуха. Ну, я думаю, что мое отношение к нему, это отношение к человеку в прошлом, перенесенное на настоящее. Да, ну ты, видимо, просто очень мало смотрел то, что он вот в настоящем выдает. Да, я точно мало смотрел. Я только Дмитрия Демарского, Виталия Демарского смотрел, когда он вел еще среды Невзоровские, когда он еще в этом отеле, кажется, в Венеции. Ну, в общем, не важно. Да, да. Я думаю, что сейчас вот это вот его... Тебе бы хватило пару выпусков его паноптикума с Уткиным для того, чтобы полностью, блядь, разочароваться в этом человеке. Мне не нравится его украинолюбие. Он даже немного, ну, даже не немного, а сильно в этом грешит. И он говорит об этом довольно откровенно. Хотя, мне кажется, это поза. Он ведь говорил, что он пират по жизни. Он готов пойти с любой властью. Что говоришь? Он говорил, что он пират по жизни и готов пойти за любой властью, в которой дует ветер. Я так понимаю, что это у него так проявляется просто то же самое, что и у Задорнова, только в полярной форме. То есть, если Задорнов так любил русских, что начал ненавидеть украинцев, то у Глеба что-то сдвиг по фазе наоборот. Надоели они ему со своими храмами, эти русские. Вот. И он вот теперь как бы мыслит в сторону незалежности, как я понимаю. Там тоже храмы, кстати говоря. Ну, они везде храмы, Глебыч, блядь. Ты куда-нибудь крути, там храмы, блядь. Кстати, я написал Александру Невзорову предложение прийти к нам на стрим. Вот, блядь, только без меня, блядь. Упаси господи. И после него фурцелином промой, блядь, перед тем, как меня будешь звать опять. Я протру, я протру. И пока что не ответил. Я чувствую, что вопрос упирается в деньги. Потому что мне его связист сказал, что только за деньги. Только за деньги, за большие деньги. Он готов прийти. И тут даже не начинает разговор. Мой связист бы тебе то же самое сказал. Что-что? Мой связист бы тебе то же самое сказал. Поэтому я обращался к нему лично. Ты как думаешь, что Невзоров сидит, проверяет все предложения типа от стримеров, типа куда бы ему прийти, с кем бы почелебонить? Я думаю, что нет. Но попытаться стоило. Ведь я не только через его личку основную пишу, но и через обходные пути. Я тебе напомню, что когда ты мне в первый раз написал через обходной путь, я этому обходному пути сказал, что если он мне еще раз что-нибудь такое передаст, я его забаню. Пожизненно, блядь. Поэтому обходные пути твои сработали в итоге только тогда, когда мне реальный историк понадобился для игры. Вот если Глебовичу тоже понадобится, историк, я думаю, он экстренно начнет искать, так на тебя и выйдет. Не более того. Судьба переменчивая штука. Мне очень нравится, что она дарует нам подарки, и наша встреча один из таких подарков. Ты понимаешь, что, блядь, для людей, вот они даже не будут кликать на видео. Как у меня было? Мне вот сказали, Росов, я открыл, гроза, висит что-то возрождение национального государства у тебя, или что, как нам возродить русское национальное государство? Я такой, понятно, блядь, это, видимо, Царьград ТВ очередной, нахуй, блядь. Ну, не суди по книге, не суди книгу по обложке, не суди по ней. Ну, а времени нет читать все книги. Ни у Невзорова, ни у меня, ни у кого бы то ни был. Поэтому вероятность того, что прям Невзоров дойдет вот, ну, до того, что хотя бы кликнет и убедится, что ты не ебанат. Она минимальная. А по умолчанию все, кто пишут, ебанаты. Понимаешь, типа? Поэтому и сразу просят деньги, чтобы отфильтровать ебанатов, а не ебанатов. Потому что у ебанатов денег никогда нет. Донатьте, господа, чтобы у нас были деньги.